здравствуйте зрители канала любители приключений путешествий сталкеры бушкрафтеры сегодня я не знал в какую рубрику отнести этот выпуск как бы еда в походе либо в мастерская вот так как я больше не готовил а подготавливал как бы сублиматы то я решил отнести это в рубрику мастерская такой у нас получается марафон марафон мастерских и так сейчас он себе приготовил из только что ну недавно сделанных сублим сублимированных продуктов себе такой нажористый супчик как бы сказал народ дружи обломов вот единственное тут только специи и макарошки поджаренные которые вот я купил остальное вот считаю вот ну тоже как бы как картошка морковка лук все это дело я тоже купил но сублимировал и вот из них замутил такой себе вот знаете чем-то отдаленно напоминает этот суп в пакетах письмо только конечно суп пакетах он такой немножко как пустовастенький что ли а вот здесь вот он как бы с картофаном очень неплохо такой пошел вошел не очень нравится я даже думал что переборщил со специями не было мне еще зелени сухой а свежую не хотел кидать так как решил именно приготовить то что получится на природе и получается первый раз я делал сублимированные продукты они в конце я расскажу что в конце я расскажу что вышло из этого какой вес получился сколько было все это по порядку я рассказывал снимал китти только поела давай спи все хватит и пару таких нюансов которые я заметил во первых это китти позырьте на нее китти смотри туда глаза разные откуда такой это химеризм называется насколько я знаю когда разные глаза и абсолютно белый вот арбинос и такие несколько нюансов я делал это все в духовке сушил так как я в интернете массу посмотрел видосиков что там люди пишут сушим для похода продукты открываешь она там нарезает все там женщина и достает такую блин чуть ли не промышленный комбайн сушилку туда это все раскладывают какого фига выкладывать то что ну нет у меня такого не хочу его покупать видел я сколько он мотает и электричество и сколько он стоит и ради того чтобы там сезон там походить по ходу брать эту сушилку я понимаю этом грибы собираете да ягоды у вас свой сад сухофруктов нарезали сушись обсушились да там домохозяйка мне это как бы нафиг не надо также я видел как максим на канале не помню название канал такой замудрена он сушил грудинку микроволновки я тоже пробовал я потом эксперимент вы дальше увидите тоже сделал все получается нормально но с овощами я не решил пробовать опять же у меня как бы канал нищебродный а так его ласково называю так как у меня можно посмотрев например распаковки экипировки китайской вы можете там чуть ли не за 100 баксов в поход собраться да то есть собрать себе нужные ну там походные принадлежности спальник там палатку рюкзак я не знаю что там еще вы найдете заходите я ссылку дам вот здесь на агенте 10 день будет на плейлист почти посмотрите ну газовки есть у всех я знаю что например у меня вот сушится приблизительно в среднем два часа что-то да у нас например с газом проблем нету я знаю в россии не многих областях очень напряжен с газом везде счетчики у нас один доллар в месяц стоит и хоть засушить там зимой хоть круглый день пускай горит да вот проблем как бы нету с этим у многих счетчики но все равно это как бы такой я считаю нищебродный вариант то есть если ты студент может у кого-то электроплитка где-то что-то там да вот на кухне общем микроволновки нету например что-то там сушить но я не думаю что тоже нищеброды будут покупать грудинку хотя это не очень-то дорого у меня она вышла порядка порядка трех долларов килограмм грудинки даже дешевле еще один такой нюанс многие натирают на терках на терках хорошо показался морковка лук все картошку я тер ну то есть нарезал сам грудинка вы там дальше все посмотрите и еще один такой нюанс и заметил то что желательно противень засовывать не до конца чтобы было там ну сантиметров может там 10 я не знаю расстояние тогда циркуляция воздуха лучше идет еще вот я чё о чем подумал вот нет у меня вентилятор обычного бытового бытового вентилятора этот вентилятор если как-нибудь медленно направить наискосок так на приоткрывшуюся духовку не надо прямо упихать туда с расстояния такого чтобы сквознячок был я не знаю во сколько раз было бы этот ну ускорился бы процесс и возможно даже был лучше бы засублимировалась то что я сейчас вот имею вот я творил обалденная штука потому что как я ну как сказать больше сейчас на супы хочу перейти в таких походах то есть как жиденькая такой жидкая ну посмотрим как на вылазках покажут себя продукты вот а вам я рекомендую посмотреть мой следующий вот отрезок видео в одном видео я сублимировал лук морковку картошку и мясо грудинки а мне пожелать приятного аппетита так мы имеем грудку я тут взял давайте взвешу сколько здесь килограмм 70 грамм мясо так также у нас тут есть морковка лук давайте я морковку лук вместе взвешу будем сублимировать 340 грамм ориентировочно 340 грамм и картошка практически килограмм 950 угли и так сейчас это все порежу и так я буду вначале сушить морковку и лук лук это вообще комок влаги я расстелил на противне бумагу специально пергаментного что для выпечки если у вас ее нету вам ее немного надо попросить у какой-нибудь подружки знакомой там кто занимается выпечкой чтобы не покупать бумагу и так немножко прогреваю духовку в идеале надо где-то при 100 градусов при 90 сушить вот моя печка спасибо индезитом у нее тут все постирались все эти деления но я посмотрел по инструкции она минимум у нее 150 градусов ну так как мы будем сушить при открытой я надеюсь что она где-то до 110 по опустится градусов может даже меньше будем периодически доставать оттуда противень и перемешивать ну все пока вот так вот я ее при открытую оставлю так вот наверно буду регулировать смотреть и так я поставил грудку она закипела пенку снял в общем засыпаю сюда ложки на 2 не знаю соли что не помешает приготовки все равно нам как бы будет отдавать соль и как бы это даст дополнительную защиту перца вот черного на фигачу потом приправа для птицы в общем все что есть сыплю такой-то что-то мне нравится ну и чтобы пряности были чесночка сыпану сухого правда чуть-чуть так также нам надо лаврушки у два листика на вот веточку тут тоже кину так все такая грудка варится ну все один кусочек достал разрезал пополам наш как бы этот сварилась грудинка грудка все так ароматно пахнет я в общем и выключаю сейчас достану и она будет у меня остывать в общем до полного остывания бульон не выливайте в нем отличный получится супчик и так моя терка оказалась режет слишком тонкая вот решил вручную теперь кропотливо вот так вот где-то ну не знаю миллиметра по 2 нарезать как я посмотрел в интернете вот кто делает сублиматы такие вот это оптимальная мне кажется форма чем вот кубики там еще что-то вот ну вот этот напрочь засыхает и быстро варится ну вот собственно чуть больше часа прошло я перемешиваю потихоньку ну конечно еще сыровато но морковка уже вот-вот-вот должна засохнуть лук еще сопротивляется это такой комок жидкости знаете лук его лучше сушить конечно ну отдельно что ли и побольше тут он видите сколько я засыпал уже сколько видите тут ну морковку от я сдвинул можно сказать в одну сторону лук как бы я задвигаю чуть глубже этого духовки со мной я вот моя ошибка то что я вначале лук у меня был с этого краю вот надо лук в общем туда глубже помещать сразу с самого начала потому что это ну реально одна жидкость и так остывшую курочку мы будем сейчас перекручивать итак вот у нас целая миска получилось такая объемная достаточно прям как чаша для салата в общем это как вот и потрогать но лучше этого не делать а тем временем я вот вытащил уже морковку потому что лук морковка уже высохла лук еще нет она знаете вот когда еще теплая ее вытаскиваешь она тогда вообще как бы подсыхает вот знаете испарено и все и в общем наши вот две морковки получились вот буквально в одну руку хапка сейчас посмотрим что с луком лук то ли я прозевал то ли он такой должен быть в общем он еще как будто как влажный но знаете цвет так поменялся у него наверное скорее всего прозевал но я знаете даже не прозевал его а мне кажется это наоборот такая консистенция он не пригорела как бы подзолотился поджарился как бы ну даже мне кажется так лучше я вот такое люблю подзолотившийся добавлять например в гречку отварную супы то есть это даже мне так но он тоже такой влажненький горячий я наверно его вытащу уже и начну сушить мясо наверное и так вот я выложил наше мяско такой внушительный слой получился где-то наверно сантиметра 2 что-то меня это настораживает ну ладно так лук мне кажется пригорел из-за того что его на одно деление ниже положил либо вообще прозевал пока крутил там все это это сейчас повыше поставим как можно можно выше и при открытую дверцу посмотрите сколько морковки получилось из двух морковин получилось я не знаю тут наверно пол стакана теперь главное не не ошибиться при готовке так а лук как я и предполагал он видите как бы начал остывать и все стал такой рассыпчатый надо было его раньше вытаскивать короче он даже мне у такой поджаристый больше импонирует больше импонирует пускай вот он лежит остыл и начал уже такой хрустящим быть так что следующий раз я буду ну и вам рекомендую то есть заранее он вроде как еще мягенький такой вот есть некоторые конечно кусочки такие мягенькие а так большая часть все так картошку надо про балансировать кто не знает про балансировать это немного отварить так сказать аль денте не до готовности то есть чуть-чуть готовят каждый в своих меню по-разному говорит кто-то 35 минут внутри 5 минут это такой разброс понимаете чуть ли не в два раза то есть тут зависит от вашей толщины картошки кидать картошку чтобы не развалилась надо сразу в кипящую воду я такой хитрожопый короче у меня тут есть вот такая вот сеточка никогда не пользовались она где-то шла в комплекте ну короче вот она как для идет как для free что ли да короче в нее в нее засыплю подержу в кипятке и потом только начну сушить таким же образом как и остальные овощи короче не забываем доставать перемешивать также есть способ еще сушки микроволновки я вот сейчас чуть-чуть подсушил она уже сухая буквально за пять минут подсушилась видите какими мелкие фракции стали это на канале у максима посмотрел да действительно вот хорошо но я как бы такой объем запарить сушить я сейчас не знаю может быть сейчас будут по чуть-чуть сушить но я вообще как бы нищебродный такой делаю варианту что микроволновки даже нету ну подразумевается что газовка есть вот так что смотрите сами тут у меня объемчик такой знаете нехилый прошло меньше часа уже подсыхает крошка такая мелкая на дне но я думаю она будет бульоне такая знаете наваристый либо в каше и посмотрите как в объемах уменьшилось было два сантиметра сейчас вот чуть-чуть и так вот поделаешь уже такие проплешины появляются я правда отсюда еще чуть взял буквально вот смотрите микроволновки то что давайте сюда это высыплю тоже а так в принципе живут является результат ну еще буквально думаю минут даже вот так и живот подсыхает уже чем минут на 20 подержу вытащу я ставлю остывать и она сама подсох помните нашу индейку вот получилась такая мисочка буквально грамм на 400 наверно вот смотрите что получилось некоторые уже начали так вот немножко пригорать кусочки утемнеть вот если не отваривать картошку то она вот вся потемнеет поэтому когда вот немножко ее балансируешь то это она вот такая вот немножко светленькая ну что давайте взвешивать наши результаты и так вот наша картошечка это наши две морковки это две луковицы это килограмм нашей грудинки и так я по отдельности все взвешивать не буду знаю что только вот грудинки 250 грамм получился с килограмма я все это вместе сложу в один пакетик потому что тут такие веса что китайские весы я думаю вряд ли чем покажут тем более точно мы все это положим в один пакет цепи нашими убитыми весами 420 грамм весит наш весь продукт и так напомню что у нас тут было один килограмм мясо практически один килограмм картошки 950 грамм и 340 грамм лук с морковкой вместе и того было у нас получается два килограмма 300 получилось 400 еще раз контрольная закупка 470 грамм 470 но это ну практик ну в пять раз в пять раз уменьшился объем и так ну не знаю какой я сейчас нара чем замучу приготовлю попробую как это все будет ребята забыл еще одну сказать я такую сейчас вставочку сделаю предмет я такую вставочку сделаю забыл вот сказать что перед тем как готовить сублимированные продукты их надо замочить то есть кидаете они там в теплой воде лежат минут 20 там 30 потом на огонь и варить и уже там со всеми блин посреди чё он делает надеюсь вы досмотрели ролик до конца что-то для себя почерпнули остались довольны я честно сказать я доволен остался у меня вот я для первого раза очень супер все получилось кому понравилось видео ставьте соответственно лайки комментируйте кто как что делают я вот погорячился вроде так немножко сыпанул туда сублиматов этих они разбухли там чуть ли не соус получился такой густой ну у меня на сегодня все всем удачи пока